Всем привет! Сегодня у вас выбрались на дачу и для вас будет несколько небольших рецептов таких вкусненьких, которые можно приготовить буквально из ничего, буквально за копейки. Смотрим! Рыбку почистили, немного ее надо промыть. Таким вот способом отделяются головы. Все по-простому без всяких наворотов. Очистили, помыли, бошки оторвали. Сейчас будем готовить дальше. Дальше нарезаем сазанчиков на кусочки. Приближаем и закидываем в водичку. Так, чтобы пробиваться. И так вот нарубили. Все. Рыбка готова к дальнейшему маринованию. Все хорошо промыли. Специи будем сыпать для шашлыка. То есть, получается, постепенно добавляем рыбку и постепенно добавляем специи. Это все тщательно перемешиваем. Такой вот наборчик специй. Тут уже внутри есть соль, но если будет мало, скорее всего, ее и будет мало, но еще подсолим. Пересыпали из кастрюльки более глубокую тару. Высыпали оставшиеся специи. Все это перемешали. Сейчас все настоится. Настаиваться у нас это все будет до завтра. Часть, а именно головы и хвосты, будем готовить в пиве. Так что ждите продолжение. Ну что, наступило утро. Затопил мангальчик. Сейчас прогореть все. Останутся угольки. Начнем жарить сазана на костре. Так сказать, будем готовить из него шашлыки. Вот костер разгорелся. Пошел доставать из холодильника сазанчиков. Вот так вот выглядит само мясо. Мариновалось оно у нас часов, наверное, 8. Вчера его приготовили, поставили на ночь в холодильник. Кпеции для шашлыка, соль. Ну, как вы видели. Сейчас это все аккуратненько будем выкладывать на решеточку, когда дойдут угли, и начнем жарить. Смазали решеточку чуть-чуть маслом растительным, чтобы не пригорало. На самом деле шашлык очень прост в приготовлении. То есть специями не обязательно было томить, как мы, до утра. А можно было где-то через час, через полтора уже жарить. Но у нас вчера было очень много мяса. Поэтому мы это решили оставить на утре. Первая партия на месте. Понесли ее на костер. Мясо нежное, поэтому готовится будет достаточно быстро. По времени точно не скажу, потому что это надо самому следить. Все зашкварчало. В готовке шашлыка и сазана самое главное, чтобы мясо не успело подгореть. Поэтому его надо как можно чаще переворачивать туда-сюда. Чтобы оно успело хорошо и внутри провариться, прожариться. И осталось более-менее целым. Прошло минут пять. Я первый раз переверну. Уже, как видите, такая корочка образовалась. Чуть-чуть золотистая. Жарим дальше. Вот так вот это дело все шкварчит аппетитно. И так же не отхожу от мангала. Чуть-чуть пошкварчало, перевернул. И чтобы вот равномерно все прогрелось. Потому что это не мясо, это рыба. В очередной раз перевернул решеточку. Смотрите уже какая стала золотистая корочка. Скорее всего с той стороны сейчас так же дойдет. И наш шашлык и сазана будет готов. Прошло около десяти минут, когда мы начали его готовить. Каждым переворотом решетки мясо все румянее и румянее. Прошло минут 15. Тамлю на очень маленьких углях. Потому что у рыбы мясо намного нежнее. Главное его не сжечь при жарке. Вот собственно и все. Готовка заняла минут 15. Блюдо можно подавать на стол. Шашлык из сазана считаю готово. Вот так вот это блюдо уже выглядит на столе. Сейчас достанем. Вот такая вот красотища. Не зря смазали решетку маслом. Как видите практически ничего не пролипло. Ну вот собственно блюдо наше и готово. Собираемся сейчас на утреннюю рыбалку. То есть побыстрее мы сделали еще штучок. Сейчас вот под домашнее ленишко. Всех с праздниками. А нам приятного аппетита. Мясо видите какое нежное. Все жарилось. Вкус ребята. Шашлык отменный. Всем рекомендую. Рецепт очень простой. Приготовление. Потому что у нас всю ночь лежало мясо в калорийнике. Этого делать не обязательно. Такой шашлык можно приготовить прямо на берегу. Достаточно немного специи. Соли. Чуть-чуть чтобы мясо промариновалось. И прямо на берегу допустим на мангальчик. Либо на костре. Можно готовить. Мясо шикарное. Все хорошо пропиталось. Вкус отменный. Ну все. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Всем пока.